Ведьма, Крипер, Эндермен. Казалось бы, какое отношение герои компьютерной игры имеют к новогоднему утреннику? Оказывается, они их проникают на праздники и пытаются его испортить. В этот раз Деда Мороза обманом переносят из реального мира в компьютерную игру. В страну Майнкрафте придется отправиться и ребятам, третий классникам первой школы. Им нужно спасти зимнего волшебника. Телепортация происходит через танец игру. На пути у ребят отрицательные герои. Чтобы спасти Деда Мороза, нужно пройти несколько испытаний. Одно из них – найти рецепт волшебного зелья. Дорогу к нему знают свинки, изготовленные из воздушных шаров. Благодаря сплоченности команд, ребята справились с заданием. А дальше ребята строили ограждение из кубиков, собирали пауков в отдельную коробку и играли в кубические снежки. Мы удалось побывать в стране Майнкрафта. И эти маленькие паучки были такие прикольные. Когда мы даже кидали на другую сторону их. Новый год совместили с Майнкрафтом, получили Новый год Майнкрафт. Удалось совместить? Ну да. Весело было? Очень. Где они эту форму купили, не знаем. Костюмы к празднику сотрудники библиотеки придумали и смастерили сами. Организаторы новогоднего утренника поставили перед собой задачу – сделать праздник максимально подвижным, веселым, запоминающимся. И это им удалось, отмечают не только маленькие участники, но и их родители. Я считаю, они справились с поставленной задачей современно. Майнкрафт – любимая игра многих детей. Мы, конечно же, ежегодно стараемся придумать тематику, которая будет интересна детям современным. Конечно же, мы выбираем современных героев. Постоянно растем, совершенствуемся и ищем новые пути к нашему читателю и зрителю. Хоть Дедушка Мороз – герой с историей, но в предновогодние дни он всегда будет популярным. Ведь его очень ждут дети. Зимний волшебник спасен. Это значит, что все ребята получат подарки. Наталья Рябинина, Алексей Магин. Новости Губкинского.